Девушки отдыхают Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем Сегодня в программе Guild Wars 2 Чудовищно популярный ММО-блокбастер Готовится к последнему бета-рывку И кается в проблемах с балансом MechWarrior Online Многопользовательский экшен Про больших шагающих роботов Остудит горячие головы игроков В морозной локации Frozen City Blade & Soul Впереди Кореи всей Еще одна крутая ММО Возглавила список самых популярных Игр Кореи, оставив позади Diablo 3 и League of Legends Star Wars The Old Republic Уже предлагает бесплатный Триал для всех желающих приобщиться К силе. Халява до 15 Уровня. The Secret World Один из самых громких релизов Нынешнего лета состоялся Практически без сучка и задоринки Выдь на форум Чей стон раздается Это поклонники ММО Плачут о том, что не осталось Уже в любимом жанре Ничего святого Ох, где вы благодатные времена Когда игры были похожи На что угодно Только не друг на друга А Вовочка являлся персонажем Анекдотов А не новостных ММО-ленд Которые, увы, все чаще Напоминают унылые Бородатые анекдоты Что ж, сами напросились Раз Вов вас задолбал То нате вам The Repopulation Никогда не слышали? Ничего, сейчас мы этот пробел устраним Без анестезии Разрабатывает игру Американская независимая студия Above and Beyond Technologies Недавно она завершила сборная Kickstarter, где попросила На разработку 25 тысяч долларов А получила аж 53 И нет, это не шутка Хотя мы и сами этому не очень-то верим Кстати, на последней Девелоперской конференции В Сан-Франциско The Repopulation произвела впечатление Ее отметили за научно-фантастический сеттинг За песочный геймплей За возможность отлично жить-поживать Держась в стороне от боевых действий И даже за стабильную работу клиента Который на стадии при альфе Ведет себя лучше иных бета-блокбастеров Что касается геймплейных фич То девелоперы стандартно Не скупятся на обещаниях Тут нам и фракционное PvP И возможность основывать Собственные города И даже нации И ставить во главе городов Мэров из числа игроков И развитый крав В общем, не вагон А целый состав песка Который разработчики грозятся Вывалить на игру Чтобы ни один поклонник Сэндбокса Не почувствовал себя обделенным Ну да, и все за какие-то 53 бюджетные тысячи Да им в цирке работать надо Иллюзионистами Несчастные поклонники Guild Wars Им еще почти два месяца Терзаться обстиненцией И считать минутки До выхода долгожданного сиквела Ха-ха А мы им сейчас Высыплем пуд соли На душевную рану Чтобы знали Как лопать Без разбора Всякое дерьмо Не судите Вальдемара Ответственного За эти слова строго Его в детстве Укусила злая собака И с тех пор Он немного хам Но в данном случае Для его радости Увы Имеются некоторые основания Геймдизайнер Арена-нет Джон Питерс Дал интервью Сайту Guild Wars 2 Hub Где ответил На наболевшие За время бета-уикендов У игроков Вопросы На тему классов Ролей Способностей И общего баланса Игроки Как обычно Жаловались на то Что все не так Способности Хлам Билды Бесполезны За исключением Нескольких самых-самых И вообще Нет никакого баланса Девелопер В целом С жалобами Разумеется Не согласился Но в конкретностях Признал Что да Баланс еще Править и править Чем разработчики Сейчас и занимаются Общую классовую Сбалансированность Он оценил В 80% И еще согласился Что искусственный Интеллект Петов Пока не обладает Ни умом Ни фантазией Ни даже способностью Выполнять Прямые приказы Хозяина Однако Затем Железно Пообещал Что к релизу Все проблемы Обязательно Будут решены Слабые стороны Усилятся Сильные Ослабнут А мозги Болванам Они вправят Ежовыми рукавицами Так что Ни один миньон И в мыслях Больше не допустит Ослушаться Своего повелителя Фанаты Бэтлтек Всех странно Объединяйтесь Такой лозунг Можно запросто Вывесить Где-нибудь На стартовых Заставках Мег Уорьер Онлайн И у нас Нет никаких Сомнений Что никуда Фанаты Не денутся После Десяти-то лет Ожидания Игр Про гигантских Шагающих Боевых Роботов Мы конечно В бете Не участвуем Но если судить По роликам Появляющимся В сети Игра Очень даже Трепетно Относится К наследию Легендарной Серии Например Свежее Представление Локации Фроузен Сити Что означает Замороженный Город Название Не стесняясь Намекает На льды Снега И бураны И не обманывает Бои действительно Разворачиваются В какой-то Инопланетной Арктике Антарктике В нагромождениях Торосов Среди настоящих Гор Из замерзшей воды Очень трудно Разобрать Что это за город Такой Но кого это Волнует Главное Что можно Бегать По девственно Белому миру И полить Из всех гаосов И лазеров По легким Средним И тяжелым Мехам Врага При этом Сильно ниже Нулевая температура За бортом Замечательно Помогает Охлаждать Боевые системы Из-за чего Перегрев Наступает Гораздо Позже Чем в стандартных Условиях Главное Справиться С управлением Потому что На скользких Поверхностях Это будет сделать Не так-то просто Особенно Для тяжелых Мехов Ну и напомним Что 19 июня В продажу На сайте игры Поступили наборы Отцов-основателей За 30, 60 Или 120 Долларов Можно получить Полезные ништяки И самое главное Уже с 7 августа Угодить число То это предложение От которого Очень трудно Отказаться Корейский Статистический Сайт GameTrix.com Регулярно Мониторит Онлайновую Игровую Активность В стране И выдает В открытый Эфир Соответствующие Отчеты Не знаем Как у них С достоверностью Но другой Информации Все равно Нет Так вот Согласно Их подсчетам На данный Момент Наибольшей Популярностью В стране Пользуется Недавно Вышедшая ММО РПГ Блейден Соул Игра Сбросила С трона Прошлых Чемпионов League of Legends И Diablo 3 И с 18% Закрепилась На первом Месте Кстати Данный Процент Схож С тем Что Показывала В первой Неделе Жизни Айон А так Как рынок С тех пор Вырос То По абсолютным Значениям Количество Игроков Новая Игра NCSoft Обогнала Предыдущую Фаворитку Издательства Кроме Того Цена На нее Выше Примерно На 15% Так Что В Денежных Единицах Прирост Выглядит Еще Существеннее Ну Да Распиаренная Игра Демонстрирует Отличные Показатели При запуске Просто Невероятная Победа Маркетингового Отдела Посмотрим Что Будет Через Месяц В Айон На старте Вообще Мест Для всех Желающих Не Хватило А Через Несколько Недель Все Эти Сервера Превратились В пустыню Сахара После Ядерного Удара Когда Мы Говорим Об Азиатских ММО То Практически Всегда Имеем Ввиду Что Нибудь Корейское Или Китайское И Почти Никогда Японское И Это Очень Странно Учитывая Насколько Популярны Видеоигры В стране Восходящего Солнца Или Не Очень Учитывая Что Рулят На Японском Рынке Консоли Разрабатывать ММО Для Которых Исключительный Геморрой А Всякие Ограничения Сильно Сокращают Пользовательскую Базу Тем Не Менее ММО В Японии Есть Вот Буквально В начале Июля На Тамошние Сервера Поступила Фэнтези Стар Онлайн 2 Формальное Продолжение А на Самом Деле Фактически Уникальная Игра По Культовой И Очень Популярной Вселенной Придуманной Сега Еще В середине 80-х Первая Часть Вышедшая Для Dreamcast В 2000-м Была Скорее Мультиплеером Чем ММО Но С тех Пор Сега От Собственных Консолей Отказалась И Лишившись Идеологических Шор Разумно Решила Что Компьютерный ММО Фри Ту Плей Сулит Гораздо Больше Материальных Выбор Представляет Игра Собой Ядреную Смесь Научно Фантастического И Фантазийного Сеттингов С Классической Японской Няшной Картинкой И Экшеном В качестве Боевой Системы В общем Весьма Мило Для Соответствующих Любителей По их Навалам По Все Стороны Всех Океанов Неудивительно Что Сега Построила Грандиозные Планы По Захвату Западных Рынков А Затем Раструбила Они Всему Миру Вторжение Фэнтези Стар Star Online 2 На Американские Европейские Рынки Начнется В будущем Году Радость Западных Геймеров Безгранична Да Хотя Вальдемар Вот Пишет Да Не Какая Это В жопу Не Радость А Настоящая И Безграничная Гадость У Меня Сразу Отрубается Либидо От Одного Лишь Ее Анимешного Вида Хей Братаны Скажем Дружно Пошла Ты На Долбанная Фэнтези Star Online 2 Без Комментария И Снова Guild Wars 2 Финальный Бета Уикенд Назначенный На 20 22 Июля Пройдет В условиях Максимально Приближенных К боевым В смысле К релизным Поэтому Открытые Бета Тестеры Впервые Смогут Опробовать Все Пять Игровых Рас Тирии Людей Норн Чарн Асура И Сильварри Причем Последние Две Антураж Свои Стартовые Локации Асура Начнут Покорять Тирию Из Провинции Метрика Экзотического Региона Полного Джунглей Секретных Лабораторий Злых Големов И Сумасшедших Ученых Сильварри Стартует В Роще Живом Городе Расположенном В Тени Матери Дерева Давшего Жизнь Этой Расе Гуманоидов Растительного Происхождения После Окончания Последнего Бета Уикенда Разработчики Планируют Без спешки И нервотрепки Устранить Все Найденные Ошибки Благо Будет У них На это Больше Месяца Игра Напомним Выходит 28 Августа Ну и Затем Надеются На Удачный Релиз Интерес К которому Кстати Превзошел Их Самые Смелые Ожидания Только В Америке Число Предварительных Заказчиков Подобралось К Двумстам Тысячам И Эти Данные Сайта ВГ Чарт Смогут Оказаться Заниженными Ибо Вряд ли Учитывают Все Цифровые Предзаказы К тому же Стоит Учесть Что Число Заказов Постоянно Растет И Финальный Бета Уикенд Может Этот Рост Существенно Подхолест Или Замедлить Во Что Мы Не Очень То Верим Так Как Беты ММО Глобастеров Редко Заканчиваются Эпическими Фейлами Давненько Мы Что-то Не Слышали Победных Рапортов Бэйуэя О том Как Идет Процесс Завоевания ММО Мира Звездными Войнами В Старой Республике Зато Все чаще Нам Рассказывают О Всяческих Халявах В The Old Republic В прошлом Месяце Там Разрешили Бесплатный Переезд 26 Серверов На Два А Теперь Дело Дошло И До Не Ограниченного Триала Как Пробе И Положено Она Бесплатна А Как Положено Неограниченной Пробе Бесконечно По Времени Единственным Шлагбаумом Который В ней Стоит На Пути К Полноценному Игровому Счастью Пятнадцатый Уровень Выше Которого Никак Не Прокачаться Много Это Или Мало Для СВ Тор Вполне Достаточно Чтобы Исследовать Все Стартовые Локации И Обе Столицы А Вот Можно Ли Получить Корабли Чтобы Покинуть Столичные Локации Вам Придется Выяснять Самим Мы Таким Экстремалом Увы Не Бавовались И В завершении Стишок От Вальдемара Про Звездные Войны Зайчики Джедайчики Поранили Пальчики Плачут Потеют Себя Не Жалеют Браво Молодец В следующий Раз Сам Всю Эту Херню Читать Будешь 3 Июля Фанком Запустила The Secret World Анонсированный Более Пяти Лет Назад Проект Наконец-то Дошел До Точки Релиза И Пошел Дальше Правда Уже Без Своего Капитана Босс Норвежской Компании Trond Arn Aas За День До Знаменательного События Неожиданно Подал В отставку С поста Генерального Директора Объяснил Он Свой Уход Тем Что Надоело Ему За Все Отвечать И Он Хочет Какой Нибудь Более Свободной Должности Тем Более Что Финансовые Дела Фанком Идут Замечательно И Ему Не За Что Краснеть На Что Мы Заметим Что Краснеть Может И Не За Что Но За Десять Дней После Его Ухода Акции Компании Подешевели Почти В Два Раза Наверное У них Норвегии Так Принято Капитан Первый Улепетывает С корабля Еще До Того Как Тот Начал Тонуть Однако Финансовые Дела Фанком Это Ее Финансовые Дела Нас Интересует Игра Которая Следует Заметить Начала Совсем Неплохо Не Будем Говорить Про Отзывы Западных Рецензентов Они На Столь Ранней Стадии Стоят Немногого Но Из Семи Серверов Пять Практически Сразу Заполнились Поэтому Разработчики Призвали Заполнять Остальные Два Благо Это Почти Ни На Что Не Влияет Используемая В The Secret World Технология Одного Сервера Позволяет Играть Вместе Игрокам Разных Серверов Консенсус Журналистов И Пользователей Сошелся Во Мнении Что Запуск Прошел Гладко Баги Есть Но В пределах Разумного Игра Не Особо Тормозит И Интересные Диалоги Изобилие Хитросплетенных Основных И Побочных Заданий Толковую Систему Прокачки Привязанную К оружию А из Минусов Редкие Но Порой Действующие На Нервы Баги И Малую Вариативность Прокачки В Начале Игры Да И От Идеи Зомби Апокалипсиса Уже Веет Гнильцой А Свежие Нотки Разработчики Увы Не Придумали Бесплатное Контентное Обновление И Выход Первый Уже Назначен На 31 Июля В нем Появится Рынок Для Торговли Трофеями И Новые Миссии Рейдов В игре Пока Нет В августе Только Обещают Рассказать О Первом Идут Работы Над ПВП Подземельем И Двумя Новыми Большими Зонами Но Подробности Отсутствуют Для Нас Игры Это Хобби Работа Для Вас Просто Хобби А Вот Для 21 Летнего Канадца Джастина Уильямса Из Провинции Онтарио Вся Его Жизнь Точнее Даже Не Игры А Одна Игра World Of Warcraft И Горе Тому Кто Попытается Поставить Это Под Сомнение В чем Сосед Джастина 20 Летний Джордан Осборн Убедился На Собственном Печальном Опыте Однажды Джордан Был Привлечен Громким Спором Раздававшимся Из комнаты Соседа Зайдя Туда Он Обнаружил Уильямса Оравшего На Своего Друга Еще Кого То Через Голосовую Связь Спор Был О World Of Warcraft Стороны Не Сошлись Во Мнениях По Поводу Каких Геймплейных Вопросов Осборн Попытался Урезонить Соседа Мол Чувак Не Стоит Воспринимать Проблемы Вов Так Близко К Сердцу Это Ж Игра На Что Уильямс Отреагировал Более Чем Своеобразно С воплем World Of Warcraft Это Моя Жизнь Он Набросился На Парня Схватил Того За Горло И Заехал Кулаком По Фейсу А Потом И Вовсе Нанес Удар Ножом В районе Ребер Что Осборн И Спасло Завела На Него Дело За Вооруженное Нападение А Это Тянет На Приличный Тюремный Срок Если Конечно Его Адвокатам Не Удастся Убедить Судей Что Во Всем Виновата Близзард И Ее Чертова Игра На этом У нас Все Играйте В Новинку The Secret World Делитесь Своими Мнениями О Ней В Комментариях И До Субтитры 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 Субтитры